привет как дела сегодня как и обещала расскажу немножечко про приют в который я езжу и так скажем волонтерю приют называется ржевка он находится на выезде из города санкт-петербург сторону всеволожска если кто знает как доехать туда я не могу рассказать я не знаю меня берет с собой девушка с которой я познакомилась на необыкновенный кросс помните я ходила рассказывала вам где нам еще давали там гречневую кашу бесплатно поесть и где хозяева бежали со своими собаками на 1 3 и 5 километров забег кто не помнит смотрите вот в этом ролике и там я познакомилась девушкой катей она представляла там приют ржевка и мы с ней договорились так как она живет недалеко от моего дома она будет забирать меня когда будет ездить туда она тоже там волонтерит и доводить меня на своей машине и так вот мы с ней пару раз уже съездили и я планирую еще ездить не один раз ну где-то получается один-два раза в месяц у меня получается выехать пообщаться с собачками с кошечками покормить их погулять с ними ну настолько насколько это возможно ну и кроме того я стараюсь все это поснимать для тик тока я уже говорила что я завела тик ток для приюта и там выставляю всех вот этих кошечек собачек которые ищут свой дом которые ищут своих хозяев и которые ждут всех в гости чтобы ну хотя бы просто пообщаться с людьми потому что всем им конечно же скучно там на всех конечно же не хватает ласки и тепла поэтому люди периодически приезжают общаются с собачками с кошечками не обязательно их брать всех домой моя мама допустим она не может туда ездить потому что она не вытерпит и сердце дрогнет и опять кого-нибудь мы еще возьмем двоих троих но так как у нас пока есть челси но если вдруг не дай бог кто-то еще нам попадется мы не против взять вторую собачку примерно таких же размеров как челси и ей будет не скучно и мы также сможем но пока мы с челси конечно это ураган мы с ней немножечко намучились уже в плане того что надо следить за ней во-первых она гуляет на поводке во-вторых она очень активная девочка у нас очень активно ведет образ жизни но в принципе мы стараемся за ней поспевать 3 вторую собаку мы пока не планируем потому что надо вот эту немножечко утихомирить ну а так снимаю вот эти вот ролики выставляю на тик ток надеюсь может быть когда-нибудь кто-то на тик токе увидит своего друга которого он захочет взять домой и приласкать а погреть накормить и быть хозяином то или иной собачки то ли иной кошечки там у них кстати еще свинка есть в общем стараюсь я никогда волонтерством не увлекалась но конечно собак я вы все знаете очень люблю поэтому почему нет у меня пока есть свободное время и катя может меня брать с собой когда она туда ездит так вот мы ездим как-то помогаем потихонечку хотя бы общаться с животными и самому приятно и как бы вроде бы как полезное дело делаем поэтому всех ждем в гости в приют ржевка и может быть там вы найдете именно свою душу своего так скажем ребенка собачку или кошечку с кем бы вам хотелось бы жить кому бы хотелось помочь и спасти бездомную душу ну а если вы не можете взять можете хотя бы приехать туда и позаниматься пообщаться с животными потому что они все очень любят общаться с людьми они ждут не дождутся когда к ним подойдут когда их приласкают они все хотят чтобы их погладили чтобы их покормили чтобы ну как-то обратили на них внимание в общем мы ждем вас в гости в приюте ржевка контакты я укажу внизу под описанием этого ролика если кто-то захочет приехать туда пообщаться с животными или взять может быть домой кого-то пишите звоните в приют вас всегда встретят и с удовольствием расскажут и покажут все чем вы можете там заняться или кого вы можете взять себе домой пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч сидеть молодец лапу молодец лапу вот так